Практически в 10 раз больше, чем базовая частота в случае толкования по Аптону. И в очень-очень много раз больше, чем базовая частота в случае толкования по SPSS. Сейчас мы работаем в рамках SPSS, поэтому это для нас базовая частота. Итак, 23 примерно в 40 раз больше, чем базовая частота в толковании с PPSS. Какой вклад, какую добавочку вносит эффект взаимодействия X1 и Y1? В то, что данный профиль X1, Y1, Z5... Ой, да, я ошибся. Z5-то он. Вот он. Поскольку мы все время добавляем то, чего не хватает в соответствии с контрольной группой. Например, здесь у нас Z5, здесь у нас, например, здесь у нас Y не хватает. Соответственно, это Y, относящийся к контрольной группе, то есть Y3. Итак, у нас профиль, с которым мы сейчас работаем, это X1, Y1, Z5. Ну, я забыл, что у меня по Z как раз последняя категория пятая, а не третья, поэтому я и ошибся. Итак, вот этот профиль мы смотрим. X1, Y1 и Z5. Вот, выделенная зелененьким частота. Но она, соответственно, не в 40 раз больше, но она больше где-то примерно в 17 раз. Да, она в 17 раз больше, чем базовая частота здесь. Итак, все-таки 17 раз – это тоже разница большая. Хоть и не 40, но 17. Итак, смотрим, какой вклад вносит именно взаимодействие X1, Y1 в то, что частота интересующего нас профиля в 17 раз больше, чем частота базового профиля. Маленький вклад вносит. Всего лишь 0,13 величина эффекта. Берем экспоненту 1,13. То есть, все остальные эффекты мы домножаем на базовую частоту, вот эту. И еще надо нам домножить на 1,13. Это, собственно говоря, роль вот этого сочетания. Следовательно, мы делаем вывод, что это сочетание вносит маленький вклад в отклонение исследуемой нами частоты, вот базовый, маленький вклад. Ну, посмотрим на большой вклад. Вот. Один из немногих... Один из немногих эффектов, который значим... Ну, правда, он.